сильный ветер ну с вами сегодня татьяна и американская жизнь русской жены и мы с вами сегодня побываем в очень интересном магазине он полностью благотворительный на сдачу но он получает прибыль и по ходу дела прибыль куда-то использует это магазин называется короче магазин где люди когда делают ремонт в доме они вот в этот центр name restore или люди приходят здесь могут бесплатно отдают свои вещи там унитаз хорошем состоянии душ хорошем состоянии да там доски мебель какая-то рефрижерейтер могут принести холодильник вот у нас есть такая штука которую мы сегодня привезли в этот магазин нужно я покажу вот его например можно сдать то есть да 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 вот он говорит там говорит мужчина проверяет вот это мы можем принять это не можем принять если что-то не очень интересное он не принимает так а мы вот что принесли у нас гараже лежит вот так это же для кухни вот этой литичин абсолютно новая такая штука вот для кухни вот сковородки подвешивает на нее видели да отеликс мечтал у себя такую установить но она несколько лет на два года горит лежала он будет чтобы она не испортилась надо ее донейшн то есть бесплатно отдать потому что она хорошая кто-то пускай будет делать дома ремонт и у него будет такая красивая штука на кухне и вот мы приехали в этот магазин чтобы сдать и заодно решила я сделать видео американцы вообще любят донейшн любят делать пожертвования просто пожертвования бывают разные но вот в данном случае такое мы тоже вот свое пожертвование делаем и я попробую зайти в этот магазин вовнутрь если муж меня заведет и все покажет вот это вот такие базы мне нравятся так забираем еще едете то есть мы ценим это говорит априсеет не вижу я забрал он выскакиваю из машины он дядька еще тоже что-то привез пойдем посмотрим мы здесь рядом филикс ты уверен там филикс мы бедитесь здесь мальцы колясочка санитайзер это короче огромный как комиссионный магазин выглядит бесплатно люди привозят и оценивают так вот такая тумбочка огромное помещение я я честно говоря впервые здесь не раз не видела ни раз не знала интересно не пахнет старьем может это что помещение большое прикольно 50 долларов войну американцы немцы но по крайней мере когда ты иммигрант это идеальный вариант ребята пришел купил и и проблем не знаешь вот мы для дочери смотрим стол здесь everything можно buy это декорейшн тоже а я-то думала только крупные вещи стол то хороший смотри какой good stable раскладывается когда ты иммигрант на первых порах это идеальный вариант я обязательно сниму видео где я покупала свою первую мебель и сколько она стоила и как начиналась моя жизнь в америке я думаю это многим многим будет очень полезно потому что когда я попала в тот магазин который попала и для меня был просто культурный шок и ну это надо видеть я обязательно покажу но это из разряда тех магазинов тоже где можно начинать то есть здесь можно купить все за более дешевые деньги деньги за маленький бюджет ну я бы не скажу что он такой маленький стоит за 100 долларов за 100 долларов вот это вот это вот здесь наверно любители рентг Fix 14 долларов Вау! Старинная машинка. Капец. Питеряла уже мужа. Я так смотрю, здесь вот цепи лопаты, техника, запчасти. В принципе, здесь можно много чего приобрести. До 7 долларов лопата. Боже мое, умоляю, она все ржавая. А вот раковинные унитазы. Они все бэушные. Ну, кто вот это будет покупать? Блин, капец. Еще ценим 200 турнеров. Жесть. Я в шоке. Тут вообще кусок. 5 долларов вот эти подставочки. Они вообще обалдели. Они как? 35. Бэушный. 25. 15 долларов. Долгий. Старый. Куда я попала? Какой магазин. Какой магазин. Даже вот доски эти продают. Я не поняла, это за что цена такая? 75 долларов вот за эти дрова. Что-то я здесь не въехала. Или это за все 75? Здесь готовый пол. Обалдеть. Обалдеть. Не понимаю. 25 долларов. Надо посмотреть в реальном магазине, в новом, сколько это стоит. Что-то цены слишком огромные. Нашла мужа. Ура. О, здесь куча столов. Вот столы интересная тема. Потому что нам стол нужен. 50 долларов. О, мне к нему нравится. Не нам стол, дочери. У меня дочь переезжает и ей стол нужен. Ты готов? Да, Феликс, там expensive. Унитазы, раковины. Там вообще стрэш. И большие деньги. И квалификация. Квалификация, ага. 50 долларов. Вот, прикольно. Вот кто-то новые окна ставит, старые окна сюда привез. Окна, двери. Сколько старая дверь стоит? 30, 25, 15, 50. Зеркальная продана. О, плиты, стиральные машины. О, наша штука. Вот это мы привезли. Вот это мы привезли. Excuse me. Феликс. Смотри. Что за прайс? Это что, new? А почему так дорого? Мне кажется, новые можно не так байить. А тут, а уже новые. Понятно. А это что такое? 525. 55. 50, off. Феликсу это нравится. Феликсу это нравится. А это вообще набор? курику you buy new house мы имеем это а это раньше так было да 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 давай это пойдем много не говорила да может я там закрыть вот это мне больше нравится кипец с замочком но американцы ну блин я не могу 35 долларов вот такой магазин прикольный ничего народ здесь ходит так все я уже насмотрелась надо идти домой да потому что потому что надо идти иногда сложно когда тебе ничего не надо сложно ходить по такому магазин это специфический магазин здесь когда ты что-то ищешь и по барахолка можно походить и что-то посмотреть и особенно кто в ремонте вот разбирается когда тебе ничего не надо интереса особо нет поэтому я отсюда ретируюсь выходим так по были побывали мы в этом магазине феликс и лайки такую сторону как и хаббит фьюмин рестор сукей фельд говорит это очень интересный магазин когда ты хочешь поискать что-то особенное чтобы было что-то такое что просто не купишь магазине что-то little bit antique да да а и к тому же говорит очень приятно что это говорит мы делаем помощь людям то есть это благотворительность это донейшин да это как бы такой типа приятный с полезным феликс тоже оказывается первый раз был в таком магазине но он был в подобных вот я так что тоже первый раз здесь была да прикольно когда ты ищешь для дизайна и для ремонта дома что-то что-то эксклюзивное что-то интересное что-то необычное что-то старенькое или что-то еще такое можно заглянуть в этом магазин и нам здесь понравились столы здесь разные прикольная столы очень разнообразные и американцы обожают деревянные столы вот девяносто девять процентов америка на химон лайкет это вуда деревянный мутей был просто они фанаты деревянные стуле деревянные столы и вот как-то они вот в таком классическом стиле прикольно подожди здесь мы по трафику едем он говорит прикольно так же как твой муж ладно мы отправляемся дальше сегодня у нас футбол надеюсь вы посмотрели обзор этого магазинчика вместе со мной поставили лайки видео и отдыхайте дальше встретимся следующий раз с вами была татьяна